Украинская биография В 1979 году закончил Московскую школу, 9 лет учился в английской спецшколе, в 10 классе перешел в простую школу, потом учился в Московском энергетическом институте. В 1985 году закончил. Великолепно, я считаю, у нас было образование, потому что у нас было базовое направление военный космос. Нас очень много чему учили, чего простые советские люди не знали. У нас даже была повышенная стипендия из-за этого. И после этого по распределению, потому что бравые советские ВВС сбили не вовремя корейский самолет, и товарищ Андропов порукался с американцами, если вы помните из истории. И у нас каждого третьего молодого человека сразу призвали в советскую армию офицерами. Я служил в Забайкальском военном округе, техником группы прицельно-навигационного комплекса тактического бомбардировщика Су-24. И в нашу задачу входила молниеносная атомная атака тактическими бомбами против Северного Китая. До сих пор все хорошо помню. Научили нас великолепно. Самолет на втором году службы по своей специальности один собирал и разбирал полностью, как автомат. Кстати, я чемпион в свое время был школы по сборке-разборке по скорости автомата. В советское время это было очень модное направление. Ну а литература, в общем, склонность к художественному слову и умение читать и разбираться, и не верить толпе и общепринятой пропаганде, это в общем с самого начала было. Писать я начал в 19 лет. В 19 лет сделал первое техническое изобретение, зубчатую передачу. Вот она успешно запатентована. Вот. Ну и пока народ советской армии пил водку, я написал первый роман. Пришел из армии, написал второй и вступил в Союз писателей. Вот. Ну, просто я, в общем-то, как бы себя планировал именно как романист, мастер больших форм, поэтому учился на такой серьезной профессиональной литературе. Но потом я понял, что, к сожалению, когда вот началась вся эта перестройка, роман как направление умер. Потому что то, что сейчас пишут все эти Пелевины Дарьи Донцовой, это порнография. Естественно, литературу считать никак нельзя. Вот. И, значит, я тогда перешел уже в более такие наукоемкие темы. Я вот написал скандальную книжку «Хулиганского преодоления христианства», теологический трактат. И первым выступил именно с борьбой против концепции моногенизма. То есть монотеизма. Что никакого единого бога нет, это политическая фикция. Ну а сейчас вот после того, значит, в армии я увлекся вот именно тем, чем я сейчас занимаюсь. Очень схожая судьба в этом плане у товарища Льва Николаевича Гумилёва и у меня. Когда ему задавали перед смертью вопрос, как вот вас на вашу этнографическую, этнологическую концепцию вынесло, как вы ей заинтересовались, он говорит, а я в концлагерях был вынужден разобраться. Я то же самое, когда молодым лейтенантам в 23 года от маминой юбки молодого зеленого инфантильного выгнали в Забайкальский военный округ и надавали кучу солдат изо всех территорий бывшего Советского Союза, больных венерическими болезнями, наркоманов, эпилептиков, больных всяких психов и уголовников и разных национальностей, разных расовых групп, надо было всей этой сволочью управлять. Были порядочные люди, были непорядочные в разных условиях. Я просто как инженер понял одну простую вещь. Люди ведут себя по-разному, потому что они по-разному сделаны. Техническое образование инженера системы техника именно позволило так рассуждать. Ну и с тех пор проснулся интерес к расовой теории. Я всегда благодарю наши славные и доблестные органы НКВД, которые без разбору всю расовую литературу из Германии после 1945 года вывезли. Она вся в Москве в библиотеках лежит. Идите, читайте. Сейчас я смотрю, что и французские, и английские книжки, и американские. В общем, у нас одни из самых лучших библиотек в мире. А тем более сейчас есть возможность через интернет заказывать книжки. Стоит все это копейки, потому что нормальные сочинения старинные, антикварные столетние давности по антропологии на рисовой бумаге. Или там с гравюрами, вставками. Ну это 10, 25, 30 марок все дело стоит. Ну это смешно. В общем, Европа, конечно, загибается. И все эти книжки сдают не как раритеты, а как макулатуру практически. Ну и с тех пор, где-то уже более в начале 90-х лет, после того, как я понял, что в сфере религиоведения полный обман и фикция творится, я решил опять влезть поглубже. Как инженер, я еще раз подчеркиваю, я ни в какой оккультизм, ни в какие действия, никаких духов я не верю. Никакого третьего глаза у меня во лбу нету. Никакой интуиции женской у меня, упаси бог, нет. У женщины это хорошо. У меня только в какой-то определенной степени склад аналитических способностей, чему меня научили в Московском аналитическом институте. Вот что есть, то есть. И на больше я как бы не замахиваюсь. Никаким сверхъестественным человеком я себя ни в каких способностях не считаю. Просто я человек, который хорошо использует по возможности наше образование. Вот и все. То есть никакой мании величия у меня нет. И я просто начал заниматься тем, что именно классической расовой теорией. Потому что у нас этим никто никогда не занимался. У меня просто такой характер. Я овен по гороскопу. Это может быть единственное, что я себе позволю. В плане эмоциональных всяких моментов. Хотя, между прочим, даже различия по темпераменту знаков зодиака с помощью изменений в генетической решетке объясняются. Это тоже все абсолютно научно. Вот. Ну и сейчас вот уже 8 лет у меня самый мой удачный проект. Совершенно хулиганский, от которого просто на западе у всех челюсть отваливается. Библиотека расовой мысли. Никогда такого безобразия не делал. Я уже издал 15 томов общей сложности. И вот это вот мой как бы последний бестселлер. Уже второй раз переизданная расология. Наука о наследственных качествах людей. Значит, расология. Я автор этого термина. Его до меня в русском языке не было. Вот. Сейчас вы можете влезть в интернет и посмотреть. На термин расология открывается свыше 40 тысяч сайтов, как ключевое слово. И поэтому везде получается так, что, как мы говорили, мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Говорим Ленин, подразумеваем партия. Здесь то же самое. Говорим Авдеев, получается расология. Тыкаешь расологию, получается Авдеев. В общем, так оно и есть. Меня консультирует огромное количество специалистов по всему земному шару уже сейчас. Я не только у нас в университете или в институте антропологии со всеми профильными специалистами уже более 10-15 лет общаюсь. Но и кроме всего прочего, у меня сейчас есть возможность после написания моих основных трудов, у меня великолепный контакт с лучшими специалистами в мире, в данной области. Сейчас, наверное, все-таки более-менее какая-то хотя бы свобода слова существует в Канаде, в США и чуть-чуть поменьше в Англии. Европейцы все по поводу слова раса, у них просто нервный тик начинается, дрожь в коленках, они стараются об этом не говорить. Хотя, в общем-то, я никого не оскорбляю по возможности, а просто, так сказать, как говорят в народе, всем сестрам по серьгам раздаю. Вот и все. Ну вот с удовольствием говорю, что более-менее о чем-то можно говорить в Англии, в Канаде, по очередности США и Канада, чуть-чуть Англия. В Европе уже ничего не могут говорить, и потом они все люди как бы политкорректно, они говорят, знаете, IQ, Intelligent Quotient, коэффициент интеллекта. Но я человек более интересный и простой, я все время говорю о морфологических различиях. С огромным количеством картинок рассказываю, у кого как в мозгах различия, в гениталиях, в глазах, в запахах. У меня даже глава есть, что, извините, эти самые людоеды во всем мире на вкус, людей разных рас, национальностей на вкус отличают. Я всю эту экзотику умственную всю выдаю. С осносками, с ссылками, в общем, конечно, сами понимаете, вот этот вот труд, это в общей сложности обобщение всей информации и тяжелейшего лошадиного труда за 10 лет. Ну и помимо того, что я издаю собственные книги, я еще переиздаю классиков науки в данном опросе, которых у нас никто не слышал. Людвиг Вортман, Ганс ФК Гюнтер, Эрнст Крик. Я горжусь тем, что я в Академии наук издал два здоровенных тома «Русская расовая теория» до 1917 года. Никто вообще не знал, что у нас это было, и все это сделало сугубо археологическое работа. То есть я в основном выступаю как реставратор, как археолог. До меня все дело разбили, разбросали черепки, я вот просто сижу как археолог, очищаю любовный, собираю вазу назад. Хороший вопрос. Значит, пытаются оказывать давление, но для оказывать давление надо все-таки иметь мозги. А у власти в большей степени мозгов практически нет, потому что ей это совершенно все неинтересно и чуждо. Они любят ловить каких-нибудь там людей типа Лимонова или Баркашова. Значит, у меня нет, я не занимаюсь как таковой политикой, хотя по молодости в 90-е годы я был очень известным человеком на всякую роду патриотических тусовках. Сейчас я от этого отказался, потому что старшее патриотическое поколение ничему не учится. Я вот сейчас очень рад, что по телевизору показывали моего большого друга Карла Рихтера из Германии. Он руководит одним из подразделений на НПД, Национал-демократической партии Германии. Я лично знаком с Лепеном, мы с ним общались. Я с заместителями Хайдера знаком. То есть вот такого рода политические люди в бабочке, в костюме, с манерами, с современным знанием наук, политических технологий. Вот в такой партии я бы с удовольствием состоял. Я ведь был даже идеологом такого направления. Мы один раз у французов, был в шок. Мы проводили акцию в поддержку, демонстрацию в поддержку победы Лепена. Второе место он завоевал тогда на парламентских выборах возле французского посольства города Москвы. Был в шок. Приехала телевидение Франции, ТФ-1. Выходит такая дама с квадратными глазами и на ломаном русском языке спрашивает. Послушайте, вы, говорит, русский, а зачем вы в поддержку Лепена? Мы там с Марсельезой, с французскими флагами. Я стою с удочком Лепен, президент, в бабочке, все красиво. А я так вежливо говорю, мадам, вы пользуетесь французской косметикой? Она так легко поигрывая бедрами, ну, конечно. А мы пользуемся французскими политическими технологиями. Ее как ветром сдуло вместе с видеокамерой. Вот, надо быть хитрее. Поэтому я говорю, я политикой не занимаюсь. У нас люди очень примитивная старшая патриотика, в лобовую атаку, с дурацким антисемитизмом всем этим площадным. Мне с этой публикой ловить нечего. Я эволюционно расту и перестраиваюсь. Я не хочу стоять на месте. Я уже взрослый человек, мне 46 лет, но я не стою на месте, я эволюционирую. Сейчас я вообще считаю, вот эта моя книжка великолепная, а следующая будет еще лучше. Я не хочу стоять на месте. Потому что если балерина в 46 лет уже давным или футболист сходят со сцены, а серьезный расовый теоретик, он в 46 только начинается. Абсолютно важно, потому что я говорю, что национальность, мое определение, это психо, генетика, биохимическая конституция. То есть здесь как бы фактор национальности, это понятно, что это культура, но все равно расовый инстинкт. Я в себе, так сказать, четко говорю, что я в себе осознал действия расового инстинкта. И все. Ну и то, что у нас там, не будем сейчас тыкать пальцами, но то, что огромное количество там не то, что просто нерусских людей, но еще просто, я вот только что об этом говорил, что там просто огромное количество людей с психическими отклонениями. Аж про людей с сексуальными отклонениями типа Лимонова не говорю. Вот. Но там же просто заповедник, рассадник. Я не буду тыкать пальцами, но там просто... Единственное, вот я могу сказать, что вот я горжусь моей дружбой с великолепным человеком. Мы в соавторстве выступаем, и, кстати сказать, вот это признак его ума. Он православный человек, а он знает, что я оголтелый воинствующий язычник. Я имею в виду бывшего депутата Госдумы Андрея Николаевича Савельева. Мой большой друг. Вот это нормальный, хороший, вменяемый человек. Написал великолепную книжку, которую я издал в нашей книжной серии. Она называется «Образ врага». Великолепное исследование, очень глубокое, великолепным поэтическим языком. То есть вот мы все растем, поднимаемся. Мы вместе с ним в 1999... В общем, в принципе, 1999 год можно считать краеугольным камнем в плане начала возникновения русской расовой теории. Потому что мы с ним тогда, именно в 1999 году, издали первый том сборник «Расовый смысл русской идеи». Это был просто шок. Вот тогда вот с 1999 года все это дело и пошло. Вот я говорю из тех, кто занимается... Я, в общем, чистой научной, политологической технологией захвата власти не занимаюсь. Но я могу назвать две фамилии глубоко уважаемых мною людей, которые много сделали в данной области и мыслят именно системно. Это профессор Петр Михайлович Хомяков, мой большой друг. И тоже профессор, доктор наук, бывший депутат Госдумы Андрей Николаевич Савельев. Эти люди наиболее мне близки, есть как бы и другие, но я как бы не буду говорить о других. Но в любом случае я просто хочу сказать, опять же, без мании величия, что тот, кто сегодня не будет учитывать фактор политической биологии, расовой теории в своих политических раскладах, он никакой победы не добьется. Поэтому если у него на полке не будут стоять мои книжки классиков, этот человек, как политический, не состоится. Сегодня без термина «раса» уже жить нельзя. Я хочу сказать, что в любом случае в том или ином виде эта концепция, эта доктрина в том или ином виде, как трава сквозь асфальт как-то изогнется, но прорастет. То есть какое-то продолжение у нее будет. Конечно, мачеха. Потому что, извините, в Брагаузе и Ефроне до революции великий русский антрополог, этнограф Анучин писал, что термин «россия» не русского, а византийского происхождения. Нам его навязали в 15-16 веке. Все. Нет такой национальности россияне. И когда у нас сейчас идет, вы знаете, этот рисованный компьютерный мультфильм по телевидению, по третьему каналу, по-моему. Российская история. И там, когда начинают говорить, что в 1200 каком-то году российские войска, у меня уши вянут, да, с россиянами во главе. Россия сейчас мачеха. А надо ее сдеть. В общем, надо мать к себе вернуть. Значит, там четыре расовых типа на Кавказе. Асемиты, извините, это термин из лингвистики. Никаких семитов нет, так же, как и арийцев нет. Это лингвистические термины. А если мы говорим об антропологии, там есть совершенно другие типы. Разная степень концентрации средиземноморской расы, арминоидного типа, от которого евреи в том числе отпучковались. Так это все в советских учебниках написано. В штабе армии даже у войск Паулюса было известно, что хотели грозный, так сказать, Сталинград брать, потому что это остатки хазарского каганата, оккультное место. А чеченцы – это просто остатки второй по величине, по иерархии кастовой системы послехазарского каганата. Хазарский каганат состоял по кастовой системе, значит, верхушка, иудаизм, люди, принявшие иудаизм, мусульмане правящие, славяне в качестве, так сказать, рабов погоняльной силы, и те, кто воевал. Это казаки нынешние. Все, до меня это все написано. Да, и еще вдобавок, там такая же любопытная ситуация в Дагестане, в чем они пропагандируют такого рода скрытые, закрытые эзотерические учения, и то, что там, в принципе, примесь вот этого переднеазиатского типа, от которого, в общем, большая часть евреев происходит, он там как бы присутствует, потому что есть и крымские евреи, и кавказские евреи, и, кстати, есть исследования на эту тему в русском антропологическом журнале дореволюционном. В общем, все эти типы даже внешне соматически хорошо описаны. В общем, да. Тут господин Хомяков просто в одном термине, может, немножко ошибся, но он, по сути, он все сказал правильно. Да, безусловно, здесь я с Хомяковым тоже полностью согласен. Кавказ нам совершенно не нужен. Нам Кавказ совершенно не нужен. Я думаю, что я не политик, я ни к чему не призываю. Моя точка зрения, как вот русские казаки к тереку вышли, мы равнинный народ, и нам в горах ползать. Это только там Высоцкий пел, что лучше гор могут быть только горы. Мне горы даром не нужны. Я равнинный человек. Мне в горах, я не горный козел, мне там делать нечего. И Эльбрус, там этот Кавказ, это все оккультист, там не нужно. Пускай они там сами разбираются. Отделить полностью, обмотаться колючей проволокой, и вообще никакого ни газа, ни керосина, ни наших публичных женщин, ни икры, ни водки, ничего не давать. Пусть сами разбираются. Я за экономическую автаркию. Американский ученый Чарльз Давенпорт, я вот сейчас прочитал, называется «Расовое смешение на Ямайке». Там же вы знаете, да, где Ямайка находится, там вот это как раз промежуточный торговый пункт был, где смешались белые, негры и европейские колонизаторы. И в силу того, что остров маленький, и там как бы можно было совместить вот всю эту генеалогию, хронологию, в каком семье, в каком поколении, в какой семье кто как подмешался, как это в генетике все выяснилось. И он применил к этому делу тесты американской армии психологической. Поскольку лучше эта публика, она не то что в армии служить не может, они вообще никуда не годятся. Ну, среди расово-смешных людей гораздо выше процент сексуальных отклонений, психических отклонений. Героизм от них ждать бесполезно. А почему? А все очень просто. Потому что в очреве матери плод проходит эволюционно, давным-давно доказано, всю эволюционную теорию своего вида. Я полигенист. Понятно, да? Что никакого человечества нет, и разные расы – это разные биологические виды, биологические говорю. И когда идет совокупление соединения, получается у гибрида смешение этих программ. Почему в психологии, это в литературе многократно описано. То он его в одну сторону несет, то в другую. А человек чистой крови, он всегда знает. Обратите внимание, до чего глубок русский язык. Извините, не совсем приличное, но вполне литературное по нынешним канонам слово «ублюдок». Блад, кровь. У крови. Не в крови, а у крови. Раса, раса, она все как раз и объединяет. У меня по линии отца были старобрядцы, я к старобрядцам очень хорошо отношусь. У них вообще ведь великолепная расовая гигиена в чистом виде. Там вот придешь в старобрядческую деревню и попросишь воды напиться, с тобой будут предельно вежливы, выражаясь современным языком, политкорректны. Дадут тебе какой-нибудь сосуд попить, а потом выкинут. Почему? Потому что чужак коснулся, тонкое ментальное тело входит, и нельзя допускать ничего. Это расовая гигиена на высочайшем эфирном тонком очень уровне. Я бы возглавил комитет по биополитике. Потому что комиссия по делам национальности – это слишком примитивно для меня. Потому что мне бы хотелось как раз заниматься именно на… Вот сейчас мы на эту тему больше поговорим. В плане расового противостояния между цивилизациями, континентами и так далее. То есть мне такая задача, как комитет по национальностям – это даже маловато. Я бы хотел заниматься чем-то более крутым. Конечно, Нейча. Классическая. Все евгеники, все генетики. Значит, опять же, будем ссылаться на авторитеты. Чтобы ни у кого не возникло мнения, что пришел тут очередной самоучка и сам из себя что-то изображает. Лауреат Нобелевской премии Уильям Шокли, изобретатель транзистора, перенес статистические методы в генетику и вывел, что, господа, извините, даже выбор галстука, и уж, извините, такая интимная вещь, как доминантная поза при половом акте, я уже обо всем остальном не говорю, на 80% закодировано генетически, только на 20% культурной средой. Говорят Нобелевской премии. Специально, чтобы немножко поджать клубнички, я говорю, что даже о таких вещах. Я уже не говорю там о философии, обыгрев шахматы. Понимаете, вот, ну, арабы, нету никакой математики, и все тут. А все самые лучшие программисты, индусы, и в шахматы играют. Почему? Потому что вот высокий процентаж, хотя они уже и темные, первоначальные, крови древних индариев. Вот и все. Так, господи, во-первых, вы поймите, что буржуи, понятие условное, потому что надо будет буржуям сегодня заниматься, они будут с Гитлером заигрывать, а завтра с Черчиллем. Понятие Запад. Понятие, это очень усредненное, не совсем правильное, опять же, политически усредненное представление, что вот о каких-то понятиях, там, патриоты, Запад. Это все фикция, это все политический буф, за которым ничего нет. Я с работами господины Левашова, к сожалению, не согласен, но то, что вот такая точка зрения есть, она даже из немецких источников есть. А самое интересное, что это все нормально, доказуемо. У меня, кстати, на эту тему даже в книжке написано. Я там дописался вообще до страшных вещей с помощью советской астрофизики. Вдумайтесь, что я написал. Я почему-то вывел, мне на пустом месте, что расовые различия появились до того, как появилась органическая жизнь. Я объяснил, почему так называемых семитов, то есть вот этих всех арабов и прочих вот этого всего бассейна, они пишут в одну сторону, а мы в другую, слева направо, а не справа налево. И почему они поклоняются лунному свету, а мы солнечному. Вот это все как раз через биофизику и выводится. В принципе, так можно ставить проблему. Я хочу сказать, что я опять же под это дело без оккультизма подвел современную астрофизику и биофизику. То есть я в принципе не считаю эту точку зрения сумасшедшей. Я о ней в лоб не говорю, потому что если антрополог это все дело прочтет, про уфологию, про летающие тарелки, про другие планеты, он скажет, что это сумасшедший человек, я это читать не буду, вы понимаете. Для того, чтобы мою книгу принимали в антропологической среде, я этого в лоб не написал. Но я сказал, что есть предпосылки со ссылками, например, на Алексеева, Бунака, более современная работа, тут у меня по психотронному оружию большой раздел есть. Я просто все красиво закамуфлировал. Вот и все. Зачем говорить в лоб дуракам? Чтобы самому не прослить дураком. Ну, мы с Петром Михайловичем Хомяковым друзья, я здесь полностью согласен. Тут даже и спорить на эту тему нечего, что Россия, конечно, русская христианская церковь, так называемая, она действительно очень сильно провоцировала ситуацию и помогала закабалению. Естественно, потому что все первые иерархи русской церкви, там вообще русских практически не было. Это факт, извините. Потом, извините, я даже не буду говорить, но это вообще общий момент. О какой вообще силе традиции идет речь, когда просто глумились над древними языческими святынями? У нас же тоже был момент, мы там делали до драки доходило с православными. Что сделали? Приехали где-то, я не помню, в средней полосе России, вот нашли древний источник. Так приехали, замутили его. Как же, языческое нельзя, нехорошо, не православное. Замутить источник? Обыкновенность, питьевой водой. Вот отношения. Нет, я все время рассказываю, я с православными даже не спорю, я говорю, что вот я говорю, вчера вы все на партсобрания ходили, были коммунисты, сегодня вы все православные, завтра вы будете обрезаны, послезавтра будете мусульмане, а еще через три дня будут китайцы, здесь вы эдосистами будете. Я говорю, я с вами даже серьезно разговаривать не хочу. Вы все флюгер, потому что колебай, как говорит Никита Сергеевич Михалков, колебания умов ни в чем не стойких. Вот я всю жизнь был язычником, я всегда говорю, вот мое творческое кредо, я говорю, всю свою жизнь с идеологической точки зрения потратил на то, чтобы развенчать два главных стратегических, политических мифа наших расовых врагов. Первое – это миф о едином Боге, и второе – это миф о едином человечестве. Вот это два мифа, их этого нету, ни единого Бога, ни единого человечества. Чтобы это все дело раскортиковать и показать людям, я для этих целей занимаюсь научной деятельностью, и не только сам пишу, но и передаю классику, которую у нас просто не знали. Ну, я сейчас как раз, вот я сказал, когда мы тут встречались, я делаю очень большую работу, в принципе, такой даже я и… Ну, то, что на русском языке ничего подобного нет, это понятно, но я, в общем, строго говоря, по такой глубине захвата и обзора, в общем-то, и на других языках не вижу. Я хочу сейчас поднять всю англо-саксонскую расовую теорию, причем я это уже делаю с середины 17 века. Причем все будет… У меня только одна портретная база на англичан и американских расовых теоретиков, 100 штук портретов уже набралось. То есть это будет практически энциклопедический труд с огромным количеством политнекорректных формулировок и цитат, с огромным количеством, как они там всех изображали, там вот такими вот жуткими монстрами, с огромным количеством фактуры, как всегда это будет написано очень живо, литературно и очень предельно ехидно, но без пошлости, высоким литературным стилем. Ну и по-прежнему я занимаюсь морфологией, потому что фактор различия просто я каждый раз нахожу… То есть обязательно я буду писать книжки по френологии, по физиогномике, по суматологии. То есть с друзьями из куклус-клана я им встречаюсь, рассказываю старые методики куклус-клана, как вот по этим частям на ногте понять степень примеси другой расы. То есть я американцам это все объясняю, немцам я расовую их теорию объясняю, французам я объясняю их теорию. В общем, это нормальное явление. В качестве такого пикантного анекдота, вот у меня друг из Британского национального фронта, он видит, что я ему все книжки, картинки, видит, что там все годы жизни, цитаты, он видит, что это серьезная энциклопедическая работа. Он говорит, а где вы выучили расовую теорию? А я говорю, вот на закрытой кафедре Московского энергетического института, так вот ляпнул, как Задорнов. А он так за чистую монету, а ну да, вы там атомными бомбами занимались, военным космосом, а ну да, верю, верю. Это я для чего говорю? Как говорил Никола Паганини, каждый талантливый человек должен сам про себя составлять сплетни, потому что у среднестатистического обывателя не хватит ни ума, ни фантазии даже сплетню про вас придумать. Спасибо.